здравствуйте мои прекрасные рада приветствовать вас на прямом эфире я что-то знаете вообще не вижу кто подключается и не вижу комментарии ну ладно сейчас будем идти по ходу будут буду смотреть итак здравствуйте меня зовут юлия ходарцева я психолог коуч я расстановщик ведущая трансформационных игр я преподаватель академии частной жизни лариса ренар и сегодня ну и в академии частной жизни лариса ренар я веду состояние королева также я занимаюсь в академии денежными энергиями и могу ответить на любые вопросы связанные с деньгами и сегодня как раз таки наш прямой эфир посвящен этой прекрасной теме темы изобилия денег и конкретно наш сегодняшний прямой эфир называется денежное мышление когда я думала о том что вам сегодня дать на этом прямом эфире потому что сказано уже было очень много я постаралась собрать немного другую информацию информацию новую для вас и поэтому давайте говорить вы можете в процессе прямого эфира задавать мне вопросы какие у вас есть и по поводу денежного мышления я сегодня вам подготовила пути прохождения в это денежное мышление что вообще такое денежное мышление как это связано с нашей жизнью то есть мы понимаем что все что происходит в нашей жизни это то о чем мы думаем и я всегда говорю что то что окружает вас это ваше собственное кино вы режиссер своей жизни и то как вы ее формируете так она вам и отражается поэтому конечно же от вашего денежного мышления зависит то что происходит с вами в реальности если вы сегодня недовольны вашим финансовым положением однозначно это ваша тема и тема вашей собственной ответственности здесь важно понимать и брать на себя ответственностью за все происходящее в вашей жизни и так я подготовила четыре конкретных действия которые позволят вам привести ваше мышление к состоянию изобилия и богатства итак первый шаг который вы должны сделать на пути денежного мышления это принять твердое мощное конкретное решение что я сегодняшнего дня решила стать богатой такое знаете конкретное непоколебимое решение когда ты принимаешь точно я становлюсь богатой и здесь никто не может меня в этом переубедить это знаете как когда ты говоришь я там завтрашнего дня не ем сахар и ты это принимаешь на таком глубинном уровне ты реально отказываешься от этого сахара точно так же и здесь ты принимаешь решение я становлюсь богатой и вот когда она глубинно это решение в тебя входит и нет других вариантов ты начинаешь мыслить по-другому поэтому первый шаг который я предлагаю вам сделать уже сегодня и в эту минуту когда вы смотрите этот прямой эфир либо может быть вы смотрите его в записи глубинно для себя примите финальное решение я этой секунды богатая женщина и в моем пространстве достаточно денег для всего чего бы я не захотела и как будто об другого файла у вас нет просто вот пропишите я богатая думаю понятно да идем дальше второй шаг который я вам предлагаю сделать это взять стопроцентную ответственность за ваши мысли работа с подсознанием очень важно когда вы работаете осознанно с подсознанием вы так скажем переписывайте нейронные связи знаете можно годами ходить к психотерапевту переписывать ваши нейронные связи а можно однажды взять и принять решение что в моей голове больше не будет бедных мыслей то есть я беру ответственность за свое подсознание и работаю с ним таким образом чтобы она полностью соответствовала подсознатель подсознанию богатой женщины я не раз говорила про аффирмации я не раз говорила про перепрописку нейронных связей как работать с подсознанием как только вам в голову входят мысли не знаю мне на это не хватит денег вы сразу эту мыслу ловите осознанно и ее меняете и вы сразу говорить я этого достойно ну то есть не знаю пришли в магазин покупать туфли и туфли стоит 15 тысяч рублей и вы такой о нет у меня на это не хватит денег сразу же ловите эту мысль и говорите я этого достойно и покупайте себе эти туфли да и так должно происходить совсем как только у вас возникает мысль я не мне не хватит сразу берете и делайте наоборот и опять же перепрописывайте это вам всегда будет хватать денег вы женщина которая достойна иметь изобильную роскошную жизнь здесь помогают аффирмации по аффирмациям был отдельный прямой эфир в академии вы выкладывала я лично выкладывала более двадцати пяти аффирмаций прям выбираете себе три аффирмации на месяц и каждый день там перед сном после того как проснулись читать эти аффирмации тогда вы будете прорабатывать свое подсознание вот у меня был период я прям сто дней писала мне было знаете внутренняя установка что деньги это грязь я прописала что деньги это самое чистое что есть на свете деньги это самое чистое что есть на свете деньги это самое чистое что есть на свете там выберите свои аффирмации которые вас будут проводить богатство найдите какие-то зацепки якоря в вашем подсознании которые мешают вам стать богатой и мыслить, как богатая женщина. Очень хорошая аффирмация, меня ей Лариса в свое время научила, это «У меня всегда больше денег, чем я могу потратить». «У меня всегда больше денег, чем я могу потратить». Пожалуйста, вы можете записать ее на телефон, вы можете писать ее от руки, и вы делаете это столько времени, сколько вам нужно. Это может быть, понятно, что не меньше 28 дней мы работаем с аффирмациями, это может быть 100-дневка, это может быть полгода, до того момента, пока ваше подсознание не примет состояние, что в вашем пространстве всегда больше денег, чем вы можете потратить. Выбирайте свои конкретные вещи и перепрописывайте свое подсознание. Плюс здесь очень важно осознанно подходить к каждой мысли. Важно слышать себя, и как только вы слышите, что вы мыслите негативно в сторону денег, прям ловим эту установку и ее переписываем в позитивную точку зрения. Итак, мы говорим про денежное мышление. Я даю вам сейчас 4 шага. Первый шаг – мы говорим о том, что я глубинно принимаю твердое, непоколебимое решение, что я богатая женщина. Второй шаг – я беру ответственность на себя за все свои мысли и за свое подсознание. Третий шаг. Третий шаг – нам нужно понимать, для чего нам нужны деньги. Опять же, много я об этом уже говорила. Еще раз, вам нужны не конкретные деньги, вам нужно на них что-то купить. И здесь важно понимать, что вы должны думать не, ну, допустим, о миллионе рублей, а о каком-то конкретном отеле, не знаю, квартире, о конкретных платьях. Возьмите лист бумаги, ручку и распишите, на что вам это нужно. Прям распишите, на что вы хотите тратить этот миллион рублей. Вот сейчас у меня идет курс на богатство на московской площадке, и девочки на курсе, они каждый день пишут свои расходы. У них по итогам курса получится то, сколько они в месяц тратят денег, да, потом мы накинем на них, что бы они хотели еще дополнительно в месяц иметь. Мы поймем, сколько, в принципе, денег в месяц они хотят. Это будет не сумма, там, допустим, ну, не знаю, 500 тысяч рублей, это будут конкретные вещи, это будут маникюры, педикюры, спортивные клубы, рестораны. Вот возьмите и распишите, если у вас появится эта сумма денег, во что она пойдет. Важно мыслить не сколько денег вы хотите, а что ваше тело, что ваша душа, что ваша голова, что ваше сознание будет иметь за эти деньги. Это очень важно. Мыслить не категорией денег, а категорией благов, которые, правильно я сказала, ну, в общем, того, чего вы получите, да. То есть вам нужно понимать, зачем вам эта сумма денег. И мы мечтаем не о конкретной сумме денег, а о тех благах, которые вам эта сумма денег даст. Угу. Понятно, девочки. Я сейчас, конечно, попрошу вас написать комментарий. Я очень боюсь, что вы их уже пишете. Сейчас я пытаюсь нажать. Нет, я не вижу ваши комментарии снова. Не знаю я. Почему я не вижу комментарии? Ладно, пойдем пока дальше. Может кто-нибудь написать комментарий мне, любой? Я просто, чтобы понимала, есть я вижу комментарии или нет, и что с этим делать. Почему-то до этого я давала прямые эфиры, с комментариями было все в порядке. Сейчас я не вижу. Я вижу, кто присоединяется, но не вижу ваши комментарии. Меня это немного беспокоит. Итак, еще раз, да. Сегодня тема денежное мышление. Я вам предлагаю четыре шага. Мы разобрали три шага. Это для тех, кто присоединился. Значит, первый у нас был шаг. Принять твердое решение, что я богатая женщина. Второй шаг. У нас была ответственность за свое подсознание и за свои мысли. Третий шаг. У нас было понимание, для чего мне эти деньги. И четвертый шаг. Самый важный, ну, один из самых важных шагов, который я вам сегодня предлагаю еще взять, это отпустить все то, что вас держит в своей бедности. И знаете, сколько бы вы не работали с подсознанием, сколько бы вы не принимали решений, сколько бы вы не расписывали, на что вам потратить, если в вашем окружении и в вашей жизни есть вещи, которые вас тянут вниз, вы не сможете выйти в это денежное мышление. И здесь очень важно понять, что конкретно вам нужно сбросить, выбросить из своей жизни, чтобы выйти на этот новый денежный уровень. Это как воздушный шар, чтобы ему взлететь, он сбрасывает все тяжелое. Также здесь. Что может тянуть вас вниз? Четыре вещи, которые я вот вам сразу могу привести. Это люди в окружении. Люди в окружении, которые в вас не верят, которые не верят в вашу изобильную счастливую жизнь, которые не хотят где-то на подсознании вас пропускать туда и блокируют ваше богатство. Это где-то может показаться жестким, но надо избавляться от таких людей. Когда вы общаетесь, не знаю, с подругой, с коллегой, даже, может быть, с близким человеком, и он постоянно вам говорит, что вы недостойны, вы не сможете, вы не справитесь, пожалуйста, исключайте таких людей из своей жизни. Здесь может возникнуть вопрос, как исключить близких людей. Если это родители, муж, ребенок, конечно же, их исключать не нужно, не надо из-за этого разводиться или говорить маме, что она больше вам не мама, здесь важно понимать, что эту тему с мамой лучше не обсуждать. Ну, то есть, решила ты открыть свой собственный бизнес и хочешь поделиться, и видишь, что ей она не верит, ну, у нее там есть свои жизненные истории. Ну, пожалуйста, не надо ей с ней об этом говорить. Точно так же с мужем. Если ты решила, что в твоем пространстве теперь будет миллион рублей, ты знаешь, на что их потратить, а твоему мужу от этого плохо его начинают трясти, ну, ты, главное, себе это прими и работай с этим. Понимаете, да, то есть, я здесь не говорю вам избавиться от близких людей, просто перестаньте им, ну, как бы нервировать их этой частью. А от остальных людей, которых вы можете исключить из своего пространства, вы избавляетесь. Это, знаете, касается, особенно вот в соцсети, ты там пишешь, что все, я решила стать богатой женщиной, в моем пространстве теперь будет, не знаю, только бизнес-класс, например, и отели Риксос, а тебе сразу в соцсетях начинают говорить, да, ну, это вообще невозможно, это никогда в жизни не получится, и вот этот негатив весь идет. Знаете, я прям вам говорю, блокируйте этих людей, пусть их не будет в вашем пространстве, потому что в жизни возможно все. И если кому-то кажется, что что-то невозможно, это их картинка мира. И они пытаются свою негативную картинку мира поставить в вас. Пожалуйста, не нужно ее слушать. Окружайте себя только теми людьми, которые будут вас верить, да. Сбрасывайте эти балансы, чтобы взлетать выше. Про людей поговорили. Теперь про вещи. Вещи, конкретные вещи в вашем пространстве. Если конкретные вещи в вашем пространстве не наводят вас на мысли о богатстве, то, пожалуйста, выбрасывайте их. Это касается прям, знаете, всех треснутых кружечек. Это касается всех вещей с дырочками, заношенных каких-то халатиков. Это касается даже тех вещей, которые вы такая, ой, платье жалко выкинуть, я его поношу дома. До свидания. Всему, что не ведет вас в богатые мышления, скажите до свидания всем вещам в вашем окружении, физическим вещам. Это могут быть какие-то ручки, знаете, с потертыми логотипами. Это могут быть какие-то тетрадки. Это не может быть нижнее белье. Прям пересмотрите все, что окружает вас. И избавьтесь от всего, что не дает вам проживать это ощущение богатства. Третья вещь, от которой я предлагаю избавиться, это ваши привычки. Заимейте себе привычки богатой женщины. Не надо приходить в супермаркет и выбирать вещи подешевле, или продукты подешевле. Не надо ходить в самые дешевые магазины. Не надо приходить за одеждой только в распродаже. Представь, что ты уже живешь богатой жизнью. Купи ты себе это одно платье, но дорогое. И чувствуй себя в нем, как богатая, изобильная женщина. Купи себе лучше одни туфли, но так, когда ты их одеваешь, ты понимаешь, что ты проживаешь богатую, изобильную жизнь. А от чего мы еще избавляемся? Это от нашего образа жизни. Образ жизни – это наши ежедневные привычки и то, что мы имеем сейчас вокруг. И вот предыдущий прямой, а не прямой эфир, я статью писала, как избавиться от 15 привычек, которые ведут вас в благосостояние. Вот этот образ жизни – это про это же. Проживай жизнь, как уже богатая женщина. Пусть она вся у тебя будет в этом. Как просыпается богатая женщина? Что она делает по утрам? Да, подумай об этом. Как бы ты хотела проживать жизнь, если бы у тебя уже было в пространстве этот миллион рублей или 10 миллионов рублей? Подумай, как бы ты жила? И проживай ежедневно, ежесекундно так свою жизнь. Вот. У меня все. Сейчас я еще раз повторю, о чем я говорила. Я говорила сегодня о денежном мышлении. Я говорила, что есть 4 конкретных шага пройти в денежное мышление. Это принять твердые решения, что я становлюсь богатой. Это взять ответственность за свои мысли и перепрописывать свое подсознание, контролировать его, брать за него ответственность. Это понимание, зачем тебе это нужно, зачем тебе проживать жизнь богатой и роскошной женщины. И четвертое – это мы избавляемся от всех вещей, которые нас тянут вниз, которые не дают нам взлететь. Так. Я предполагаю, что есть комментарии. Я не знаю, как это сделать. Сейчас я давайте попробую нажать.